Всем привет! Вы вновь на канале по мобильной съемке ProMobileMedia, а я Семен Татаринов снова с вами. Сегодня мы рассмотрим, как в приложении LumaFusion создать довольно простой эффект, когда видеофрагмент украшают световые блики, или иными словами боке. Никакой секретной волшебной особой техники здесь нет. Способов создать подобный эффект крайне-крайне много. Какой-то способ быстрее, какой-то более зрелищный, поэтому в этом видео вы увидите мой личный, криворукий вариант и сможете по аналогии применить его улучшенную версию в своих шедеврах. Сама идея довольно простая, но придется немного повозиться с параметрами, поэтому открываем Luma и поехали! Помещаем наш фрагмент видео на таймлайн и добавляем наложение титров. Для этого нажимаем вот эту кнопку. Таким образом располагаем слой с титрами поверх исходного. Сразу же растягиваем титры на всю длину видеофрагмента. Далее заходим в настройки верхнего слоя. Для этого достаточно нажать значок карандаша на панели инструментов вот здесь, либо можно нажать дважды на сам видеофрагмент. Нам нужна вторая вкладка внизу. Это работа с содержимым титров. Если же вы используете внешнюю физическую клавиатуру, то можно сделать это же самое, нажав кнопку 3 на клавиатуре. Сразу же откроется нужная нам вкладка. Далее вот здесь тапаем на текстовый элемент и удаляем его с помощью вот этой кнопки. Теперь нажимаем плюс вот здесь и добавляем фигуру. Но поскольку как такового круга просто нет, из списка выбираем овал, который мы сразу тянем за уголки, придавая ему круглую форму. Затем сразу же вот этим ползунком придаем фигуре непрозрачность. Будет вполне достаточно значения в промежутке от 55 до 75. Далее пункт вариативный. Нужно установить цвет нашего будущего блика. Блики могут быть совершенно разноцветными, но в данном примере я придам нашему кружочку оранжевый цвет. Для этого в параметре основной цвет с помощью сетки я выбираю нужный оттенок. Следующим этапом перетаскиваем наш блик в то место, где он должен у нас быть и по необходимости изменяем ему масштаб. Для этого нам необходим вот этот ползунок в самом низу ленты с параметрами. Все уже почти хорошо, но наш кружок еще не сильно похож на настоящий блик. Не хватает размытия. Для этого идем в третью вкладку параметров слоя с титрами. Это вкладка работы с эффектами. На клавиатуре это будет клавиша 5. Далее вверху тапаем по вкладке с иконкой капли. Здесь среди инструментов размытия нам понадобится фильтр размытия гаосса. Из шести пресетов можно выбрать любой. И вот этим ползунком установить значение радиуса размытия на глаз в промежутке от 30 до 35. Далее нам необходимо пройти в первую вкладку редактирования, которая называется размер и позиция. Напомню, на клавиатуре это будет клавиша 1. Здесь переходим в раскрывающийся меню слияние и выбираем режим ширма. Режим светлее тоже подойдет, но на мой субъективный взгляд режим ширма гораздо меньше влияет на цвета основного слоя. На этом этапе мы сделали почти всю работу. Осталось размножить блики. Для этого возвращаемся во вторую вкладку в режиме редактирования титров и выбираем нашу фигуру, тапая вот здесь. Затем вот этой кнопкой дублируем нашу фигуру. Осталось только перетащить дубликат на новое место и по мере необходимости изменить ему цвет и масштаб. Если сделать все правильно, Баке вполне сможет придать дополнительной художественности вашему видео. Дублировать при этом блик можно сколько угодно. Но лично я рекомендую разделить блики по нескольким слоям. Сделали парочку, дублировали слой. Для этого под таймлайном нажимаем вот эту кнопку. Теперь можно зайти в новый слой и расставить блики как необходимо. И снова можно дублировать слой. Для чего это нужно? Если вы захотите анимировать блики, то будет необходимо учесть эффект параллакса. Ближе к нам блики будут двигаться чуть быстрее, а те, что дальше, соответственно, медленнее. Плюс в динамичном кадре для придания глубины задние и передние блики могут вообще двигаться в разные стороны. Поэтому мы и разделяем блики по разным слоям. Для удобства. Также есть возможность сохранить эффект Баке без подложки в отдельный видеофайл. С прозрачным слоем для использования в дальнейших роликах. Для этого с помощью вот этой кнопки отключаем все лишние видимые слои, оставляя только слои эффекта. И нажимаем вот сюда, на кнопку экспорта. Здесь, среди прочего, стоит выставить максимальное разрешение и битрейт. Но самое важное, нужно установить цветовое пространство проекта REC709. Только тогда появится возможность нажать вот сюда и выбрать из списка пункт HVC с прозрачностью. Почему так? В других цветовых пространствах, увы, пока что такую манипуляцию сделать нельзя. Есть еще один неплохой вариант применения похожего эффекта. Когда наш видеофрагмент снят в нижнем ключе и на нем есть явные точечные источники света. К такому фрагменту можно добавить аноморфности. Можно превратить точечные источники в сильно вытянутые синеватые блики, характерные для кино. Изначально такие блики возникают благодаря особому устройству дорогой аноморфной оптики. Но у нас есть только материал отснятый на обычный объектив и есть Luma Fusion. Ну, еще есть волшебное шило мобилографа и задорные глаза, правда ведь? Как и в прошлом примере, закидываем фрагмент на таймлайн. Добавляем вторым слоем титры, растягиваем их на всю длину фрагмента и заходим в настройки. Необходимо, как и ранее, удалить текст и добавить фигуру. Точнее, в этот раз фигуры будет две. Овал, переделанный в круг и длинная полоса. Ее, кстати, можно найти в этом же списке вот здесь. Фигурам на глаз необходимо придать необходимые размеры с помощью настройки масштаба фигуры, непрозрачность и установить одинаковый ярко-синий цвет. В итоге должно получиться что-то вроде этого. Далее заходим во вкладку «Эффекты» и в категории «Размытие» выбираем фильтр «Смазывание». В настройках фильтра устанавливаем максимальный радиус и угол в 0 градусов. Затем добавляем еще один эффект размытия, на этот раз фильтр Гаусса. В этом примере нам хватит 10. Далее нам необходимо пройти в первую вкладку «Размер и позиция». Напомню, что это цифра 1 на внешней клавиатуре. Здесь переходим в раскрывающееся меню «Слияние» и выбираем режим «Ширма». На этом этапе мы получили не просто боке, а самый настоящий аноморфный флеерс. Осталось лишь зайти на первую вкладку и установить позицию этого слоя таким образом, чтобы флеерс был аккуратно поверх фары. Далее мы идем на наш таймлайн и дублируем слой. Настройки дубликата мы не меняем, а просто располагаем его бликом на второй фаре. Как вы уже поняли, теперь мы можем анимировать наши флеерсы. Сложность будет заключаться в том, что в LumaFusion не реализован даже самый простой трекинг. Поэтому тут нам придется повозиться с ключевыми точками. При этом анимировать слой с левой и слой с правой фарой придется отдельно. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, если вам нужен подробный туториал по работе с ключевыми точками в LumaFusion. Как я уже упомянул, есть масса вариантов сделать подобный эффект даже в мобильной монтажной программе, без плагинов, расширений и прочей однокнопочной магии. Сегодня мы с вами сделали вот это. Ну как, смогли мы сегодня добиться неплохого результата? Или вы знаете способ еще проще и зрелищнее? Напишите в комментариях. Подписывайся на канал, если еще этого не сделал. А если уже подписан, кликай на колокольчик, так ты точно не пропустишь новые выпуски. А на сегодня у меня все. До встречи на канале ProMobileMedia. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok